привет всем одеты из канады и так продолжаем на шопинг-влог как я обещала в прошлом видео мы отправляемся в h&m сегодня что вам сказать в h&m картина была совершенно другая чем в заре заключалось это в том что одежды было очень много очень очень много но вся она выглядела ну как будто вы знаете как будто какой-то дешевый базар дешевый рынок даже на рынке иногда вещи бывают лучше чем вот веселье в h&m все какое-то такое старомодное потасканное как будто уже кто-то это носил но во всяком случае такое у меня было впечатление как будто бы это все вытащили из каких-то складов прошлых позапрошлых вообще пятилетней давности лет ну в общем не могу сказать что мне что-то понравилось кое-что мне понравилось я вам сейчас покажу но в общем и целом конечно картина картина не радовала меня потому что вот вещей очень много вы видите в отличие от зары где полки были и вешалки было пустые в h&m прям так много много всего навешано и очень много стоит вот этих рейлов с одеждой но вещи как бы но посмотрите хотя бы даже этот пиджак вот эти вот рукава такие подкатанные и зашитые по-моему это уже лет пять как вышло из моды лет пятнадцать как вошло но по всяком случае h&m все еще их продает и продает эти пиджаки даже зар уже перестал их продавать эти пиджаки как бы кстати они в тренде то есть это брючные костюмы пиджак и брюки одного цвета это вроде бы как тренд с одной стороны но с другой стороны ну в общем это совсем не тренд в общем вот так с трудом с трудом я пробираюсь между между вешалками чтобы что-то заснять и вот наткнулась на такой целый круглый рейл таких ужасающих вообще синтетических таких стеклянных можно сказать пластиковых кофточек под каких-то зверей разного цвета разной расцветки но такие очень не очень симпатичные так скажем и действительно снимать было очень трудно потому что вот надо было пробираться среди большого количества вешалок вот это я кстати в зеркале хотел помахать вам ручкой сказать привет показать мой мой аутфит ну аутфит у меня никакой аутфит мой маска шуба и джинсы и вот такие вот ботинки из которых я сейчас просто не вылезаю потому что у нас снег слякоть дождь снег слякоть снова дождь снег и в общем кроме как вот такие вот грубые ботинки ничего другого и не наденешь продолжаем продолжаем наш обзор что-то это было какое-то платье свитер почему-то цена была зачеркнута совершенно непонятная цена вот такой какой-то серая бесформенная совершенно не знаю но вообще очень много было свитеров я вам должна сказать то есть я так понимаю что за зиму то что было закрыто все было закрыто и было очень много еще зимних вещей хотя появились уже немножко и такие летние весенние я вам потом покажу попозже вот кстати что мне понравилось это мне понравилось вот эти вот платья в клетку это такая клетка виши так у нас называется я не знаю может где-то по-другому приятный цвет приятная расцветка пуговицы красивый такой рукав и на поясе очень хорошая длина хорошая платье симпатичная стола на 40 долларов 39 90 и рядом висела очень похожее же платье ту же самую клеточку из той же самой ткани только короткая немножко другого фасона тоже красивые рукава такие пышные модные ну то есть вот некоторые тренды как бы в наличии но немного и платье парашют тоже в клетка но клетка другая и все же вот эти вот платья парашюты которые страшно были в моде в прошлом летом я думаю что будут в моде и этим летом я очень надеюсь потому что у меня их несколько штук я очень надеюсь их носить если даже они будут не очень в тренде то я все равно буду их носить потому что я их люблю они удобные легкие свободные в них хорошо приятным летом находиться вот потом был целый большой корнер целый большой отдел как бы в магазине чины с молочно-бежевыми вещами я тоже понимаю что это видимо был тренд и продолжает быть трендом и много было этих вещей свитера какие-то такие платья свитера вот кожаные такие лосины тайцы по 30 долларов и вот этот вот этот свитер по моему был еще перед закрытием я видел то есть очень много было вещей которые я снимала до того как закрылись магазины на локдаун и они же как бы висят в магазинах в общем-то как бы особо особо еще ассортимент не поменялся ну вот 30 долларов снова жилеты жилеты и жилеты снова жилеты еще раз повторюсь я не знаю как я отношусь к этой моде на жилеты это как бы спорная такая вещь какая-то такая проходящая а вот кстати бежевые кожаные брюки были если волосины вам не нравится то вы можете носить брюки тоже очень неплохо это выглядит неплохое пальто летнее такое тоже бежевое в разделе всех этих бежевомолочных изделий стоило оно по моему 59 60 долларов но у них все пальто в принципе вот в этой вот цене сейчас но она такая легкая совсем легкая без подкладки и вот такая флисовая как бы искусственного меха как бы флис непонятная как кофта такая на пуговице с двумя карманами но это тоже как бы новомодние тренды ну и входа вот вы видите всегда у входа выставляют самые последние тренды и вот все вот так вот бежевая 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 еще раз бежевая очень много свитеров повторюсь свитера всевозможные такие толстые прям зимние такие свитера очень мрачных цветов очень таких не ярких я потом сняла там парочку ярких свитеров красных и красная куртка но они были на распродаже а вот то что висит сейчас в магазине все очень такого ну как бы базовых цветов базовых не ярких цветов чего я собственно говоря не очень люблю но вот я не знаю или это тренд или это просто что у них осталось они продают все такое вот максимум такое нежно-голубое нежно нежно-серое такое ну вот зеленый да да попался мне зеленый свитер симпатичный кстати вот таких свитеров очень много очень разных расцветок и вот еще один такой зеленый салатовый тоже кардиган вот мне понравился неплохой без без ярких пуговиц без пуговиц со стразами с обычными пуговицами это в прошлом видео мне написали что девочки что эти пуговицы как бы не всем они нравятся вот эти вот со стразами цветные ну и вот еще один тоже мне понравился цвет свитера такой как будто бы как будто бы салатовый но такой очень очень мрачный и направляемся в распродажу в клиренс и в сейл и что мы видим и мы видим блестки и пайетки оставшиеся от праздничного сезона крисмасного нового года я их тоже снимала перед перед закрытием перед локдауном все это висело в больших количествах на на как бы продавалось на крисмас на праздники но осталось не распродано потому что партий в этом году никто не делал вот видите 20 долларов стоит это платье можно в принципе купить с расчетом на то что в следующем году будут будут праздники и будут праздничные празднования нового года и крисмаса и запастись по дешевке в этом году вот такими вот платьями чтобы в следующем году не покупать их дорого продолжаем гулять по по отделу распродаж вот кстати яркие свитера были на селе по 10 долларов и они были очень очень много разных было цветов ведь от малиновый такой ягодно ягодно розовый и там по моему зеленый был вот а зеленый бордовый эти были немножко дороже по 25 долларов но вот все яркое как бы висит лежит на распродаже а все что сейчас у них это все такое молочно-бежевое и такое мрачное какое-то не знаю не нравится мне все это и вот эти платья вы помните я тоже их снимала снимала тоже в нескольких влогах моих они мелькали перед праздниками надеялись что их продадут но видите вот они висят по прежнему я еще помню что назвала это платье голливудские рукава как-то мне ассоциировалась вот эти вот рукава такой старый голливуд стоит она 40 долларов стоило 59 не очень большая разница не уже не такой большой распродажи я честно говоря думал что они уже просто будут висеть там за 10 долларов бери не хочу ну вот это кстати была красная куртка на селе неплохая и вот яркий красный свитер тоже вот мал молочно-розовых нет неправильно говорю не молочно-розовых пебельно-розовых грязно-розовых ой все время я путаюсь с этими розовыми названиями как это называется вот этот вот чайная роза много курток полушубок довольно такой тонкого искусственного меха такой совсем совсем тряпочный вот типа такая дубленка тоже искусственная ну вот куртки до висят на распродаже есть пальто опять же хочу сказать что пальто вот это вот на селе но разница между оригинал прайс и сейлом не очень большая вот вы видите что она стоила 100 долларов а сейчас мы стоят 79 80 то есть как бы скидки нет большой хотя я ожидала что после открытия они прям все будут распродавать просто бери не хочу потому что как бы у них завалы одежды завалы и надо как-то это все от этого от всего избавляться но нет много ремней было и вот тоже были на распродаже ремни я кстати хочу сказать что один ремень я купила вот этот вот с ракушками не знаю что-то мне захотелось он там стоил 8 долларов я решила на лето пускай будет цепочки ракушки обувь обувь в h&m абсолютно такая классическая не актуальна я бы сказала если видели в заре я снимал вот пожалуйста балетки заре я снимала вот эти вот сапоги и ботинки на толстой подошве спорный тренд мне не очень нравится но это тренд безусловный тренд а в h&m все такое ну вот как год назад и два и три и десять по моему вот этот не меняющийся совершенно модные так скажем современная обувь которая вот уже много много лет продается украшение кольца 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 бесконечные кольца одно и то же одно и то же тоже никаких каких-то новых трендовых украшений я не увидела все то же самое что если вы снимала до локдауна опять же все что не распродали вот пожалуйста еще деды мороза на распродаже сережки такие и вот снова кольца неимоверное количество я считаю что они вот это должны уже все вываливать на сейл на распродажу чтобы как-то это распродать но нет все это еще за полную цену все эти бусинки опять же тоже я снимала это уже все было не то не было у них завоза не то они не не принимают новый товар потому что пытаются распродать то что у них было за за время локдауна было закрыто никто ничего не покупал и они естественно видимо пытаются распродать какие-то вещи которые у них залежались но как бы на залежалые вещи надо будет цену спускать а не продавать их за полную цену в общем вот такая вот спорная у меня впечатление осталось от H&M я прошлась еще по молу вот заглянула в магазин обуви другие магазины вернее заглянула а просто прошла посмотрела на витрины следующий раз наверное буду снимать что-то еще это примера к сожалению не было во первых потому что примерочные были закрыты везде во вторых просто мерить было действительно ничего ну что девушки дорогие дамы вот такой у нас получился шоппинг-влог волосы мои похожи на на паклю потому что на улице дождь сырость со снегом в общем никакая прическа не выдержит такой подход ну вот на ваше усмотрение как вам понравилась зара H&M заре пусто ничего покупать в H&M полно но тоже ничего покупать ну вот то что есть все увидимся скоро в следующем видео бай-бай